Жители региона, прошедшие полный курс вакцинации более полугода назад, начали проходить повторную вакцинацию против COVID-19. Ревакцинировались уже 200 ямальцев. Прививку можно получить в любом из 78 прививочных пунктов, работающих в округе. Записаться на процедуру можно на портале госуслуги или по телефону контакт-центра медицинской организации. Кому и зачем нужно ревакцинироваться, рассказала Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Согласно имеющимся исследованиям, устойчивый иммунный ответ у людей, переболевших коронавирусом или вакцинированных, сохраняется в среднем 6 месяцев. К 9-12 месяцам защита постепенно ослабевает. Поэтому в период эпидемического подъема заболеваемости, в котором мы сейчас находимся, Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинироваться через 6 месяцев. Это касается как переболевших, так и тех, кто ранее сделал прививку. После достижения коллективного иммунитета, в отсутствие эпидемического подъема заболеваемости, можно перейти на вакцинацию один раз в 12 месяцев. Такой же тактики сейчас придерживается и большинство европейских стран и принимают соответствующие решения. Отметим, повторно привиться можно любой вакциной. К другим темам. Нарядный круглый год. В Губкинском продолжаются работы по монтажу архитектурной подсветки. Об этом рассказал глава города Андрей Гаранин в своем инстаграме. В планах подсветить здание школы искусств имени Сверидова, спортшколы Арктика и школы номер 5. Подробности в нашем репортаже. Продолжение следует...